Прочту одно место из писания. Прочту одно место из писания. Оно написано в первом послании Тимофея, 5 глава, 17-18 стихе. Здесь написано, проектор есть. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубу честь, особенно тем, которые трудятся в слове и чтении. Ибо написано, ибо писание говорит, не заграждая рта у Алла молотящего и трудящийся, достоин награды своей. У нас на этой неделе наш брат Питер, Питер Вас, закончил трехмесячное обучение. И все желающие были, слушали. И кто прошел это обучение, мы все говорили только какие-то положительные отзывы. Обучение прошло на английском языке. И обучението беше на английский язык. Поэтому паралелно мы еще учили английский язык. И това паралелно учихме и английский. И было очень радостно и хорошо. И задавались такие очень глубоки вопросы. И се задаваха много глубоки вопросы. Питер, мастер по задаванию вопросов. Питер и сински майстер по задаванию на дълбоки вопросы. И мы там вместе размышляли, вместе думали. И все имели участие. И всички имаха участие. Очень такой хороший, мне понравился, очень грамотный подход. Много ми хареса подхода му, много грамотен. И нам пришло в церкви, лидером церкви. И лидерите в церкви, пришло такое сильное побуждение как-то поощрить. Имаме много силное побуждение да го повышим. Библейского преподавателя. Да го благословим. Который прилетел к нам издалекой Бельгии. И принял решение жить здесь какое-то время в Болгарии. Ну просто потому что достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Слово Божие так говорит. Особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. И особенно он язык, которые трудятся в слове и в поучении. Поэтому мы хотели сегодня у нас есть такая, пусть небольшая сумма. Немного голяма сумма. Мы верим, что для этой семьи, Чезатова семейство, Питера, Бахатгуль, Бахатгуль нам готовила вкусную еду. У них прекрасные две девочки, которые так прекрасно поднимали настроение. Такие веселые, активные. И нам уже всем хочется быть, как они. Такими непосредственными. Давайте мы поприветствуем преподавателя Питера Вас. И коротко всей церкви помолимся. За нашего брата. Спасибо. Аллилуйя, Господь. Благослови, Господь, Брата Питера. Осенью он продолжит обучающие курсы. И для нас это будет еще большим благословением. Благослови еще больше, Господь. Его труд. Его место пребывания, Господь, здесь в Болгарии. Окружи Его со всех сторон, Господь. Пусть Твоя Божия защита почивает над этим домом. Благослови Его. Благослови Его. Его семью. Его семейство. Его детей. Неговите деца. Его род. До тысячи поколений. Мы молились молитвой согласия. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. И народ Божий доскажет. И Божий народ не как ажи. Аминь. Бог благословит вас. Может быть, Питер хочет что-то сказать? Это было невероятное благословение быть с Вами и преподавать Вам. И самое большое беспокойство у меня было, когда я уехал из Бельгии, что у меня не будет здесь служения. Поэтому для меня это было большим благословением, что Церковь дала возможность мне преподавать здесь. И это было очень классно видеть, как Вы все участвуете. И для меня это было очень приятно провести время с Вами. А также учиться от Вас. Поэтому спасибо и Бог пусть Бог благословит Вас. Аплодисменты. Няма такова нещо тук. Да. Аминь. Тут мы строги. Тук сме строги. И еще одно место, которое я сегодня отворю. У меня сегодня короткое слово. Днешто имам кратко слово. И потом будет одна сестра наша благословенная служить нам. Это написано в Евангелие от Иоанна. Пишу в Евангелие от Иоанн. 13 глава. С 34 стиха. Слова Иисуса Христа. Любите на Иисус Христос. Заповедь новую даю Вам. Долюбите друг друга. Как Я возлюбил Вас, так и Вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что Вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Можешь сказать на это аминь? Можешь докажем аминь? Это новая заповедь. Твоя новая заповедь. Это слова Иисуса. Вас удумите на Иисус. Вы знаете, церковь это особое место. И Боже, эта церковь и много особенное место. По крайней мере, мы призваны искать такое место. Дотрасим такого места. Быть. Добыдем твое место. Потому что церковь это люди, правда? Тъй като церковь это вызваны среды в переводе. И церковь это призвание от средата. Эклесия. Греческое слово. Это там, где двое или трое собрались, во имя кого? Мы пришли сюда ради Иисус Христос. Мы пришли, чтобы услышать Его голос. Да усетим присъствието. Да преживеем любовта Му. И это самое главное. Просто наполним. И вы знаете, конечно, вот в это последнее время написано по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И нам вот ни в коем случае в церкви нельзя этого допустить. Вы знаете, церковь это место любви. Сейчас знаете, вот просто как-то вот так раскаляются какие-то вот такие междунациональные розни. И сега се разпалват едни междунационални битки. Какая-то междунациональна ненависть даже. Междунационална омраза. Там кто-то плохой. Някой е лош. Кто-то не такой. Кто-то родился не так. Кто-то родился не так. Кто-то родился генетически демонизирован. Не впускаете ненависть в свое сердце. Просто не пускайте тази омраза в сърцето си. То-то совсем недавно нам хорошо сказал. Когда мы впускаем ненависть в свое сердце, мы в этот же момент перестаем слышать голос Святого Духа. Вот в этот же момент. Понимаете? В същия момент. Просто го запомнете. Самое главное продолжать хранить себя в мире. Важното е да си пазим в мир. Свое сердце в мире. Свое сердце в Божье любви. Сърцето си да го пазим в Божья любовь. Вы знаете, Иисус Христос написано вот в нем. Пише, че в него нет уже ни мужеского пола. Няма ни то мышки пол. Ни женского пола. Он над всеми нациями стоит. Он нас всех объединяет. Той не объединяло. Вот здесь, вот в этом зале. Тук в тази зала. Вот здесь нет украинцев. Тук няма украинцев. Вот прямо сейчас. Точно сега Мы просто растворяемся в Божье любви. Здесь нет русских. Тук няма руснаци. Здесь нет корейцев. Тук няма корейцев. Нет болгар. Тук няма българи. Нет казахов. Няма казахстанцы. Мы все одно. Всички тук сме одно. Во Христе Иисус. В Иисус Христос. Вы знаете отличие И знаете ли разликата в живой церкви между живота церква вот в это последнее время в последното время это когда кто-то приходит в церковь когато някой дойде на церква вот так вот со стороны просто устрани и скажем то так и каже а у них церкви и украинцы и русские и болгары и болгари и они все вместе и они любят друг друга это настоящие ученики Иисуса Христа. Потому что для того чтобы вот это сохранить ну вот нужна только любовь Иисуса Христа. Мне и нужна самая любовь больше ничего не работает. Если вы видите что это приходит вот такая безграничная любовь и просто хочется любить независимо от нации всегда знаете это Иисус. Вот мне нужен только Иисус. Важно не показать себя. Вот цель христианина мы не показываем себя каждому из христиан всякому христианину всякий христианин важно показать трябва да покажет живет ли Христос в его сердце. Мы и в этом мире являем не свою славу. Мы призваны являть славу нашего Господа Иисуса Христа. И это все. И твое. Чтобы когда люди смотрели на меня за да могат хората когато ме гледат да виждат не мен а да виждат Иисус. И вот это всегда сверхъестественное. И това винаги е сверхъестественное. Но это всегда возможно. Потому что всегда когда мы призываем Иисуса Он всегда верен. Он всегда приходит. Или это неправда. Или не истина. Слово Божито так говорит. Божито слово так как все, кто призове Името на Господа спасет. Ще се спаси. Почему спасет? Потому что Иисус уже здесь. Потому что Он всегда приходит. Защото Той винаги идва. Он всегда верит. Той винаги е верен. И Никога не лъжи. Он не человек чтобы обморить. Той не е човек за да лъжи. Аминь. И сегодня я хочу представить нашу благословенную сестру Наталию. Она сегодня нам послужит. Тя днеш ще ни послужит. За мен эта тема она очень драгоценна. За мен тази тема е много скъпоценна. Потому что вы знаете я врач. Защото я работал в реанимации. И на кратку заедна случка ще раз у одного пациента развился ДВС синдром. Как расшифровывается? диссиминирующее внутрисосудистое свертывание крови. Можно не переводить. Не, но это не переводится. На болгарском примерно так же. Свертывание на крыльях. И это приговор. Вот в официальной медицине приходит доктор дежурный доктор Белев я работал тогда в реанимации в качестве медицинского врача. Посмотрел и погледно. А там после операционной раны повязка сорвалась и больной кашлей и кровь из раны брызгает во все стороны. просто крыльтому запрызгал в различные страницы. весь этот медицинский бокс он забрызган кровью. Ну наполовину. медицинска стая запръскана с крыльт я заступил на дежурство. И он мне говорит через 5 минут это человек умрет. И ушел. А здесь в углу стоит его жена. Жена мое в угла и тя плаче. И вдруг мне пришло мощное дерзновение. Я не хочу с этим соглашаться. Смерть просто пришла и вот так забрала человека. я подхожу к его жене и говорю вы хотите помолиться? Вот Иисус сейчас здесь. Если мы с вами согласимся о том, чтобы ваш муж продолжал жить, Иисус исцелит его прямо сейчас. На глазах. Он говорит конечно хочу. Но только я не умею молиться. Я атеист. Но я хочу чтобы вы помолились. тогда вам надо просто согласиться. Я согласен. Я буду повторять слова. Я начинаю молиться. Это сверх естественно. Я молился с закрытыми глазами, но комната наполнилась светом. я почувствовал чьё-то присутствие. Вы знаете, я вижу такую картину. Я сокращаю немножко. Сокращу их малую историю. Я вижу, мы видим, что вот эта рана начинает высыхать. И кровь на ней начинает запекаться. И этот человек затих. И в этот момент он делает знак рукой. И в тот момент он показывает и зовет свою жену. Он уже не может разговаривать. Потому что силы его оставили. Она наклоняется к нему, и он начинает говорить ей шепотом. Что-то говорит шепотом. Я не слышу. И я говорю, что он говорит. Он показывает на тот угол. На другой угол. И говорит, что кто-то стоит там. В белых одеждах. Он здесь. это наверное Иисус. здесь сейчас. И он прикоснулся ко мне. И мне стало лучше. И вы знаете, прошло 20 минут. Выходит дежурный доктор Белев. Смотрит на пациента. Он еще жив. Вот этого не может быть. Потому что этого не может быть никогда. Он должен умереть. Разозлен развернулся и ушел. Мы продолжаем молиться. И этот человек произносит молитву покаяния. Уже начинает с большим голосом говорить. Идва сила. И знаете, прошло полчаса. И измена половин часа. Доктор Белев приходит. Человек жив. Что вы сделали? Он не должен жить. То не треба доживей. Мы помолились. Помолились на наше Господе Иисус Христов. Не может быть. Прошло еще один час. Прошло еще два часа. Прошла целая ночь. Доктор Белев практически сошел с ума. Я чего-то не понимаю. Мне надо свой диплом. Я почему об этом сегодня говорю? Потому что есть медицина. защото има медицина, която е много ограничена за счастье. Не всегда она может помочь. Иногда лекарите просто си пускат цети. Обаче има Господ, Который всегда может делать что-то сверхъестественное. И да помогне там, където човек не може да Даже най-добрия професор. Почему? Потому что Он Бог всемогущ. Вот сегодня я приглашаю Наталью, потому что она благословенна. И она служит в таком ответственном служении. Она молится за больных. И они получают исцеление. в таком большое. Мир Божий вам. Хочу сказать вся слава Богу. Все благодаря через Него и с Ним. И я хочу поделиться Я в этом служении с 2005 года. Я служила каждую неделю. было как-то в неделю в течение года мы ходили по больницам три раза. Три раза в неделю в течение года мы ходили по больницам. это был понедельник, среда и пятница. Потом мы сделали но у нас тоже есть работа и семьи. Потом мы сделали по пятницам мой день. Так я ходила тоже много лет. Взять вместе с 2005 года по сегодняшний день Господь доверил это служение мне. У меня разное происходило в жизни. но он не говорил уходить. Если даже были ситуации по которым я хотела уйти. И я оставалась верна Господь давал на это благодать и сил чтобы остаться верной в этом. Вот и знаете я благословлена сама через это служение неся Слово Божье людям молясь за людей помогая людям идя тем путем которые Бог сегодня определил лично для меня я имею очень много благословений потому что я заботюсь о Божьем деле Бог заботится об них знаете как это и вот нам Бог дает пример я коротко скажу вот эти местописания сейчас пришли наверное сейчас не высветят что что Матфея другие чуть чуть еще два есть Матфея это 10 9 глава 35 стих что Господь дал нам пример что он ходил по всем городам и селениям уча в синагогах проповедуя Евангелие Царствия исцеляя всякую болезнь и всякую немощь и видя толпы народа он жалился над ними что что они были изнурены рассеяны как овцы не имеющие пастыря знаете вот война идет сейчас на Украине но в больницах идет всегда война идет война за жизнь там есть люди которые умирают вот есть люди которые остаются калеками есть люди которые получают физическое исцеление и самое главное нам принести исцеление от Бога это мы делаем потому что примирившись с Богом все меняется болезни исцеляются Бог дает надежду и мы это видим и Господь когда ходил сам потом в 10 главе в Матфея он призвал учеников свои и он им дал власть то есть учениками Господь намного мог больше сделать это он дал ученикам он дал нам власть над нечистыми духами чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь над нечистите духове за далеко всяко болезнь ходя же проповедуйте что приблизилось царство небесное больных исцеляйте прокаженных очищайте это 10 глава да я вот первый стих и 7-8 мертвых воскрешайте бесов изгоняйте даром получили даром давайте то есть Господь у Господа появилась команда и Сима свой экип и он послал их в разные части знаете когда я начинала служить я начинала служить в наркодиспансере потому что в течение 10-11 лет я была зависима я пришла на репцентр получила свободу от зависимости и тогда реабилитационные центры служил по больницам и сама я ходила в наркодиспансер потом получилось я пошла в другие больницы это был туп диспансер это была онкология это была терапия нейрохирургия сложное отделение вот отделение для вечеринфицированных за вечеринфицированных да и получается у нас появилась еще команда которая стала больше если бы я ходила в одну больницу я бы охватила мало людей но сейчас у нас в команде человек 20 у нас есть череда где кто в какую больницу ходит и у нас это дело делается постоянно значит последние две больницы вот сейчас на той неделе это была нейрохирургия и диспансер по обстоятельствам мы сейчас находимся здесь и за ребенком но есть люди которые там не выехали они продолжают служить кто выехал кто-то не служит пока временно мы служим молитвой и финансами потому что в больницу с пустыми руками не ходят им надо помолиться им надо то что может купить какие-то обезболивающие может покушать что-то купить и знаете какой у меня есть опыт много отделений и в каждое разное отделение мы в команде смотрим кого послать бывших наркозависимых мы посылаем наркодиспансеры в туб диспансеры в отделение ВИЧ-инфицированных допустим вот у нас есть прекрасные женщины сестры они идут в онкологию вот некоторым людям братьям сестрам Бог ложит на сердце куда идти именно в какие больницы а кто не знает я уже говорю куда идти или же они ходят методом проб где понравится где Господь оставит где будет вот именно их где это будет их вот и что самое главное мы приходим говорить в больнице что мы посланники это 1 Коринфянам 5 глава 18 21 стих что все же от Бога иисусом Христом примирившего нас собою и давшего нам служение примирения потому что Бог во Христе примирил собой мир не вменяя людям преступлений их и дал нам слово примирения и так мы посланники от имени Христова и как бы сам Бог увещевая через нас от имени Христова просим примириться с Богом и знаете еще где-то в местописании про овец и козлов Господь говорил что мы идем в больницы чтобы посетить больных что мы делаем мы сначала слушаем людей их нужды мы знаете сначала чтобы посеять духовные вещи нам надо открыть душу человека мы не можем прийти знаете у меня был один случай лежала в гнойной хирургии больной человек он был очень полный у него ноги были все в трофических язвах он очень тяжело сидел лежал и подошел к нему брат почему мы сейчас делаем такие мини-учения и собрания в команде чтобы правильно это делать чтобы правильно служить и лежал этот мужчина он очень тяжело дышал у него был сахарный диабет и брат во христе сел открыл Исаио первую главу и начал читать и започни да чите и знаете мы потом общались в первой главе Исаи вы знаете написано что от подошвы ног до темени нет у тебя нормального места язвы гноящиеся все это и мы потом просто общались с этим братом что сначала нам надо проявить любовь он и так знает что у него язвы он и так знает что ему очень плохо понимаете вот почему нужна команда нужно общение нужен лидер нужен пример как ходить и что делать вот и указать человеку на проблему знаете а подарить любовь а сказать может купить тебе обезболивающее а помолиться за человека вот и вот у нас имеет такой пример почему обязательно мы встречаемся с командой и общаемся и вот в каждую больницу идет тот человек который уже много лет ходил какое-то время ходил и научен и берет новеньких с собой и они не только по теории но по практике они уже смотрят по ситуации иногда и надо сказать за грехи но есть Господь который может тебя простить и избавить от этого и разная ну каждая ситуация она индивидуальная и знаете самое главное в больницах чтобы люди получили не только исцеление а примирение ну исцелиться он и пойдет дальше грешить а потом опять попадет в больницу и что то есть примириться с Богом и получить спасение и мы это обычно мы говорим три простые вещи очень важные в больницах если ты много скажешь люди не запоминают мы говорим что первое это читать слово сначала было слово и слово было у Бога потом молиться обязательно и найти поместную церковь и посещать где будут раскрываться твои дары и таланты и Бог тоже пошлет тебя в служение вот и то есть мы общаемся мы не проповедуем проповеди в больницах мы не ведем огромных учений в больнице мы посещаем и дарим любовь потому что человек он еще не знает ну он еще не знает как все эти духовные истины и обязательно мы оставляем номер телефона обязательно мы говорим куда он может прийти куда он может позвонить и знаете проповедовать Евангелие в больницах я увидела имеют результат потому что люди там они без суеты житейской и они больше принимают больше слушают у них есть это время и действительно жалко людей потому что вот они не знают почему они попали в такую ситуацию и ты им говоришь об этом знаете недавно я вот именно хочу сказать для нас я когда готовилась и увидела ну знаете болезни бывают мы знаем что за греха бывают вот разные ситуации почему люди попадают в больнице бывает какая-то хроническая болезнь ну вот интересно что бывает еще болезнь вот с этим я сталкиваюсь из-за небрежности и неосторожности вот и моя практика моя практика показывает да небрежность и неосторожность болезни вот например второзаконие 22 глава 8 стих Господь говорил что если будешь строить новый дом я своими словами скажу сделай перила если будешь идти чтобы ты не упал понимаете вот в чем осторожность или же вот 4 царство 1.2 Ахазия же упал через решетку с горницы своей что в Самарии и за ним упал с горницы просто человек шел неосторожно подошел к решетке и упал вот то есть у нас Господь освободил нас уже от зависимости исцелил мы уже стараемся и очень ну я увидела что 80% в больницах лежат те люди 80% это моя статистика которые не сдают анализы обычные анализы кровь с пальца моча извиняюсь да вот да вот женщина мужчина также посещают гинеколога вот вообще просто прийти к своему врачу лечащему семейному и начать общаться и команда которая ходит по больницам и несет исцеление от Господа должна быть здоровая если ты заболеешь и будешь лежать как ты пойдешь туда не пойдешь туда понимаете вот и прежде всего мы очень часто заботимся о других людях я тебе Бог послужу но сначала послужи себе то есть дух душа и тело и мы заботимся обо всем и вот именно среди братьев сестер я сталкиваюсь так уже что потом уже надо лечить а можно предотвратить это очень важно да и знаете вот 1 Коринфянам 4 глава 2 стих я своими словами что от домостроителей надо чтобы каждый оказался верным с 2005 года по сегодняшний день у нас в больничном служении конечно есть текучка с командой одни приходят одни уходят но есть человек 5 именно которые служат очень давно бывают служения знаете как вот загорелся сходил везде всем послужил и потух но здесь вот как вера и долготерпение наследуем обетование то есть в постоянстве ты делаешь дело которое тебе доверил Господь также в больничном служении в прославлении это они поют красиво да но есть другая сторона когда они это репетируют репетируют у нас в церкви чтобы прославление прорепетировать некоторые едут с конца другого города и в неделе 2-3 репетиции так же так же как прославление тюремное служение для детей служения все служения люди делают какую-то жертву едут призвал Господь что-то Господь призывала Бог дал спасение тебе он тебя нашел и он хочет произвести через тебя работу благословляет тебя и знаете у нас было да вот каждый выбирает себе день у нас большая команда знаете служите Господу это сладостно как и для меня вот петь хвалу Богу и когда идешь служить Богу Бог так особенно наполняет я помню пришла в отделение для ВИЧ инфицированных там было много покаяний мы общались я вышла села в маршрутку говорю Господи вот ради чего и жить Бог так наполняет мне казалось что моего тела не хватит а присутствие Божье и знаете вот это вот какие-то ценности ну мирские там квартиры машины что-то что мы хотим приобрести по сравнению с Божьим присутствием с таким мощным оно теряет ценность и вот как важно оказаться в том месте где хочет тебя видеть Господь однажды мы договорились идти в больницу с одним братом и он не смог было холодно а мне надо было пойти в наркодиспансер там вот такой коридор палат 25 одни мужчины и одна палата женщин и думаю если ему не надо у него работа то зачем оно мне надо я пришла в дому я пришла в текло я включила телевизор и полностью потеряла мир в сердце в тепле в уюте но не оказалось воли Божьей я говорю Боже это был один раз в моей жизни потом когда не могла идти команда бывали разные ситуации с кем-то собрался но кто-то заболел дела и я ходила и когда холодно было и помню у нас сугробы такие были я ходила одна говорю соглашаюсь с тобой не с кем согласиться с тобой говорю отец и мы идем вместе и потом я помню пошла одна как-то и знаете Бог так наполнял пошла в наркодиспансер на свой день рождения однако эти ребята нарвали цветов украли на клумбе подарили мне цветы и знаете Господь так наполнял и я с того времени поняла что главное оказаться волей Божьей и знаете когда мы выезжали из Днепра мы тоже я спрашивала волю Божью в 40 дней мы там были мы помогали беженцам армии мы сейчас помогаем муж успел поехать сейчас послужить в тюремное по тюрьмам помощь развез Днепр и вернулся я спрашивала ехать или нет Господь показал что я приготовил место уже там куда ты поедешь и тебе там надо быть представляете и вот это место здесь это все это Бог вот и знаете какие у нас вот были результаты я расскажу один момент люди которые лечились имели деньги и принимали много лекарств они могли умирать а те люди которые с тем же диагнозом принимали Христа и оставались жить и я это часто видела или же лекарства просто не выздоравливал человек принимают те же лекарства но после молитвы покаяния сходило с мертвой точки и человек получал исцеление вот и был один случай у нас благословенная сестра села знаменовки проповедовала одному парню лет 30 на улице 3 секунд и у него случился приступ эпилепсии бывало у него такое но случилось напротив печи и кинуло его туда кинуло так что осталась только голова представляете и он попал в больницу у него было 90% ожога и Лариса говорит мне надо к нему но у меня работа и она неделю не могла прийти из-за работы потом с ней разговаривали ее знали родители ее выпустили в реанимацию ее и пустили в реанимацию и она когда пришла к нему мы с ней разговаривали я говорю какая работа иди к нему через неделю она пришла к нему он покаялся он был в здравом сознании под обезболивающими и знаете он принял Христа она вышла с палаты через два часа он умер я говорю Лар ну чего он тебя ждал неделю и знаете иногда нас ждут а у нас работа понимаете я отдала для больничного служения жирный день это пятница почему жирный потому что у меня было много работы и пятницу и хороший финансовый день я дала этот день на больнице и просто не успела его доправить и у дадух тоже день заполниться и на репцентр и за рехабилитационный центр именно пятницу я очень хорошо в пятницу зарабатывала а с пяток в печелях много пари тебе на жертв я сказала Господи за твою это жертва слушайте я так я тогда не имела ну финансов у меня было на проезд суп приготовить и слава Богу и знаете что Господь благословил в финансовой сфере там где я этого не искала понимаете хотелось жить нормально лучше на машине ездить чем пешком это понятно но я искала Бога и вот эта жертва отдать время для служения Богу слушайте это честь это честь что я служу Богу это честь от Бога и знаете у меня всегда просто кому больше прощено тот больше любит и я знаю откуда я не спала вот и моя благодарность то что Бог вырвал меня действительно из зависимости из такой жизни и как же не посвятить Господу жизни если бы не он меня бы не было в мирное время знаете у наркалка зависимых идет тоже война постоянно в больницах идет война постоянно и вот если кто-то умирает 80-70 то вы знаете как зависимые 20-30 лет это тоже война за души вот и хороший очень тоже пример был вот ВИЧ-отделение с одной моей соседкой я рассказывала уже она лежала живой шевеляющийся труп у нее был ВИЧ у нее было очень мало клеток 20 где-то и поразил мозг туберкулез она была с моего района и я кричу Богу Боже только не она я уже только перехоронила с наших районов и знаете Бог дал мне слово что горы сдвинутся и холмы поколеблются а милость моя не отступит от тебя говорит по диету скажи пришла в больницу и ей это сказала я говорю Вика мне Бог сказал ты будешь жить чтобы вы понимали она лежала обтянутой костей кожей туберкулез мозгов и она просто она нереально чтобы она выжила и знаете когда ты где-то служишь естественно Бог дает тебе дары таланты в этом служении и Господь мне дал в этом служении слово знания я посмотрела на нее Господь говорит она будет жить я говорю будем молиться слово получать ездить к ней ситуация была один парень здоровый физически лег в больницу я говорю мужу он умрет ну это он говорит не провозглашай я говорю я даже тогда не буду буду молчать просто была ситуация его потом воскрешали я просто молилась за его переход благословен в свое время и когда ты в больнице в больничном служишь или в каком-то служении по любому дары проявляются в этом служении которые Бог положил вот и эта девушка женщина она служит сейчас с мужем в тюремном служении муж ее тоже служит она полностью здорова после туберкулеза мозга все нормально она у нас огненная кричит Богу поет танцует перед Богом наверное больше чем всех вот и знаете много видишь вот результатов как люди просто оживают и как люди просто не знали выход и ты понимаешь взрослые люди и они вот в тупике ты им показываешь выход это Иисус и приходишь в палату 5-7 человек и у тебя есть время общаться там столько жатвы они уже побелели давно но так же как я не знаю в Болгарии может по-другому но мы в больницах служим иногда мы заходим в больницу если не пускают около двора стоим и мы еще перехватываем родственников с ними общаемся значит если нас не пускают мы пытаемся пройти вот и знаете один раз мы с мужем взяли и развешивали напечатали объявления и развешивали по столбам и мне позвонил врач с нашей клиники с одной клиники из Днепра говорит а вы можете к нам приходить христиане верующие проповедовать Божье это слово мы в эту больницу ходили года 4 пока не поменялась врач главный врач и он везде пускал конечно он говорит вот свидетели Еговы приходили только читали а вы будете только читать или что-то приносить и приносить будем конечно как же с пустыми руками вот и мы долго ходили вот сам врач позвонил и дал зеленый свет вот если не пускают в отделение на улице или в коридорах очень многие пускают мы как-то договариваемся иногда что-то надо благословить отделение мы всегда готовы собрать что-то сделать и благословить но мы через это охватываем столько людей значит знаете вот когда у нас была пандемия у нас закрыли все больницы мы не смогли ходить в больницу но мы смогли ходить на территорию вот последние разы мы ходили в туп-диспансер и туда поселили на другое отделение с коронавирусом в одной больнице были с туберкулезом и с коронавирусом да просто тот кто болел туберкулезом им вообще нельзя было заболеть коронавирусом но случаи были заболели некоторые и мы вот в эту больницу мы с масками с господом с пакетами покушать и все слава Богу и знаете я туда ходила к одной девушке у нее она сама употребляла очень сильно алкоголь муж у мужа работал он его тянул тянул от наркотиков умер осталось двое детей квартира я в плохом состоянии денег нет сама больная и я к ней ходила полгода полгода и вот желание было к ней ходить дети были в интернате мать в доме престарелых сейчас она в Германии на квартире забрала детей здорово и в Германии выдернули главное из того общества то есть полгода мы общались со всеми но именно к ней Бог дал на сердце ходить дети она все же детей переживала деток забрать с интерната и сейчас она с детьми в Германии взяли на квартиру детей устраивают там в школу где-то померла в туп-диспансере и все понимаете вот насколько важно это служение просто мы вырываем людей и дальше что я говорила в тот раз о чудесах исцеления в моей жизни это был гепатит С Бог исцелил просто без лекарств вот двенадцатиперстные язвы у меня открывались язва на два на десять упрысника пришла к Богу и оттуда и дох при Господу очень важно и в Боге она может открыться если неправильно питаться вот у питания очень важная но она у меня не открывалась значит что было еще вот сто шеста псалом сто шесть можно высветить у меня было исцеление сто шесть псалом сто шесть это восемнадцатый стих с восемнадцатого по двадцать второй от всякой пищи отращалась душа их и они приближались к вратам смерти но воззвали Господу в скорби своей и он спас их от бедствий их послал слово свое и исцелил их и избавил их от могил их и знаете у меня вот такие чудеса были исцеления это еще было в самом начале у меня сходил диск шея защемлял нерв и я лежала по двое суток я не могла даже шевелить пальцем извиняюсь представляете что мне стоило сходить в туалет и приехала к нам служитель в церковь гости и она молилась и говорит сейчас женщина вот которая мучилась только с позвоночником а перед тем как она начала говорить меня начал дух святой касаться и я ничего не поняла я стою в таком присутствии и тут она говорит вот сейчас ее касается дух святой как раз и я тогда раз и схватила это мое исцеление это было я не знаю сколько лет назад это в самом начале было ну там в 2002 я пришла ну уже я не помню но все после этого у меня никогда так не сходило другая ситуация у меня была тропическая язва полтора года это когда я тоже пришла только к Богу вот такая большая дырка я ходила с такой болью я пила столько лекарств и переехала опять это пастырь и дойди с другой церкви в гости она же и она я знала она приедет и мои мучения закончатся и она приходит выходит на сцену и говорит тема проповеди пришло время исполнится обетование я говорю да Господи обетование это на исцелении и вот как рассказывают что увидят как шкура сходится прямо на глазах вот так я пришла домой на следующий день у меня вот с такой дырки за два дня она сошлась а как получилось я сотрю есть большая рана походила час-два она меньше просто на глазах походила опять она меньше а потом снизу все вышло и она сравнялась это просто чудо исцеления потом и знаете как Господь исцеляет через лекарства через вот чудом с гепатитом С мне сказал слово я исцелю тебя а исцеление пришло через год без лекарств вот и так у меня было с горлом я очень мучилась с горлом гнойные ангины пить холодного нельзя дышать на улице холодным воздухом нельзя вот эти шарфики я уже намучилась куча антибиотиков их тоже нельзя вот и как-то я сижу в зале проповедуют пастыря сын и меня кто-то просто выносит мне не надо никуда идти и я выхожу и ухожу с зала и я только открываю дверь выходить и слышу со сцены тот человек который страдал с горлом я возвращаюсь это я намучилась воду пить не могла дышать холодным воздухом не могла он все сказал про меня я говорю господи я принимаю исцеление что самое интересное это было когда я уже была лидером больничного когда я уже столько времени прошла в церкви и это было вот ну буквально еще пару лет назад вот такие пути у господа я не знаю но они есть я пью холодную воду я дышу во все горло вот и знаете что еще самый момент вот уже заканчиваю хочу сказать за мужа пару слов я уже 7 лет была в церкви уже несколько лет служила в больнице и я хотела замуж это нормально я хотела семью было очень хороших братьев но мое сердце говорило что они братья они классные но они братья вот и знаете тут я увидела его и он пришел наши глаза встретились и первое что я ему сказала как будто бы мои глаза залезли к нему и говорю ну у тебя потенциал а я же служитель божий да каковы потенциалы ваш саму боксом божий служитель запрограммированный служитель божий программирован служитель ну у тебя и потенциал говорю и он развернулся и пошел а я стою смотрю на него вслед а он еще по той цели в зависимости 17,5 лет осуждения по тюрьмам за 6 ходок и говорю господи а вот за такого я бы вышла замуж извиняюсь казалось на господа я бы за такого бы все уможила ну говорю наверное невозможно для тебя господь а господь говорит возможно это он вот но полтора года был процесс его освобождения от зависимости и тогда господь мне сказал пусть он придется об тебя вытрет грязные ноги как по ступенькам этого мира по тебе потому что были моменты и это будет для меня большой служитель и через него будут спасены поколения и когда я как женщина некоторые моменты тяжело проходила в общении в отношениях я говорила бог мне говорил а ты служи ему ты служи ему и знаете слава богу что я видела не только для себя мужа а что я видела служителя для семьи три месяца мы встречались так было хорошо вот и после третьего месяца он слег со спиной у него заболела спина после двух мануальчиков разбили диск по звонке на 3-4 части и он лег просто ему разрубили граничный стыл и лежал 9 месяцев и лежала такая 9 месяцев я говорю боже я же тебе столько служила за что это мне я сказала толково много тебе служить за что 9 месяцев потом он встал на костыли потом палочка ну ничего за место белого мерседеса нарядим костыли белые и пойдем под венец но знаете он лежал в палате и той лежешего в полнице там те люди которые были с ним они умерли и остались в каталках он начал служить еще лежа он начал прозванивать по тюрьмам по лагерям и узнавать где где можно послужить христианам еще он лежал со спиной и уже потом он вот так вот начинал по чуть-чуть ходить и он уже ездил в управление договариваться чтобы послужить в тюрьмах вот слава Богу вот и Господь исцелил и знаете есть еще последнее вот слово я сейчас скажу это псалом 40 3 стих 3 стих господь и я верю до больничного служения свою экипу это такая у нас мини семья мы вместе собираемся помимо служения у нас нету вот рамок отслужили и разошлись мы вместе общаемся мы вместе собираемся у нас очень хорошие есть и душевные отношения сейчас вот допустим девочки которые у меня сестры одна нуждалась я выслала ей деньги похлопотала чтобы пакетик там с едой ей передали то есть мы смотрим у кого какая нужда и мы стараемся отвечать и знать помогать друг другу и знаете вот команды у нас которыми мы служим иногда люди ходили одни в церковь знаете пришел один и ушел а вот через такие команды ты уже знаешь завязываешь общение вот и конечно я хочу сказать за верность если Господь ведет в служение главное оказаться верным потому что дети школы тренировки работать же это не грех работать надо ленивого Бог не благословляет и так время служения забирается но если человек принимает решение служить Богу не выделить время для служения никакие дьявол не сможет его выбить то есть я имею ввиду с 2005 года по сегодняшний день и плюс несколько человек с нашей команды которые давно служат у нас же тоже надо и работать было и семья и случаи были но знаете Бог дает вот это посвящение и благодать верность служить Богу я считаю думаю это от него и знаете Господь всегда ищет человека кого не послать и кто пойдет для нас в нашей церкви дверь неба город Днепр открыл служение один брат по больницам у него было это желание потом он передал другому брату другой брат он ушел пастырем в область помолился за меня и говорит пусть на ней будет двойная благодать я принимаю это мое спасибо вот и знаете Господь дает эту благодать вот и конечно вся слава Богу за наше служение и за наши дела для Господа пусть Бог вас благословит спасибо спасибо дорогая сестра очень вдохновляющая и обличающая слово и увлечая во что слову слава Богу у нас Бог всемогущий аминь я просто сижу и думаю Боже слава Тебе что мы имеем такого Бога если в зале кто-то кто еще не уверен что он имеет общение с Богом если есть новые люди кто-то хочет примириться с таким Богом кто-то хочет примириться с Господом я сидела и думаю спасибо Тебе что я имею такого Бога если кто-то еще не уверен что он имеет спасение имеет общение с этим Богом сейчас есть время примириться аллилуйя спасибо Тебе Господь у нас знаете у нас давайте мы не будем спешить сегодня хорошо я сижу смотрю на время а так мне хорошо здесь мы хотели еще спеть да сегодня еще давайте споем мы можем знаете мы во время прославления мы помолимся за наши финансы пусть Бог благословляет работой за исцеление да если кто-то хочет помолиться за исцеление давайте пока прославители готовятся проходите сюда после такого слова очень важно помолиться за исцеление потому что здесь сейчас дар веры работает дар исцеления поэтому если у кого-то есть какая-то проблема боль прям положите свою руку на это колено да или тазобедренный сустав или на сердце или на голову и просто мы сейчас провозгласим некоторые стихи из Библии и просто этот дар будет действовать могущественно дар веры аллилуйя Господь прояви здесь могущественно Отец слово Твое говори что ранами Твоими мы исцелились это в прошедшем времени Господь Твое тело сегодня прославлено и прославлено так что оно не знает сегодня болезни сегодня в этом теле нет смерти в этом теле нет старости в этом теле нет недуга прямо сейчас действуй в своем теле могущественно Господь Отец ты забрал наши немощи болезни Господь Отец мы Господь каждый день обновляемся Господь если Господь ветхий человек нас тлеет Господь то новый человек со дня на день обновляется Господь мы новые творения во Христе Иисусе древнее все прошло теперь все новое Господь иди Господь твои исцеляющие силы мы тебя уже благодарим благодарим ислаем Господь за полноту Твоего исцеления за полноту Твоего освобождения Господь там где Дух Господень там всегда свобода Господь, Господь, Отец, Ассана, слава Тебе! И Ты обещал нам, Господи, в Евангелии от Марка 16 главе, что верующих же будут сопровождать сие знамения, возложат руки на больных и будут исцелены. Аллилуйя, Отец! Слава Тебе, всемогущий Бог! Аллилуйя! Даже если что смертоносное выпить, не повредит им. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь, за Твое мощное, божественное присутствие, Господь. Там, где Дух Господень, там всегда свобода, Господь. Хвала Тебе за полноту, Господь, Твоей славы, Господь, за то, что Ты всегда все делаешь совершенно, Господь. У Тебя нет недостатка, Господь, благослови, Господь, наши сердца, наши души. Аллилуйя, Отец! Наши тела, Господь, дай нам, Господь, в этих храмах славить Тебя, Господь. Ты сказал, вы храм Бога живого, вселюсь в них и буду обитать в них. И напишу на скрижалях свои заповеди, заповеди Нового Завета. Спасибо Тебе, дорогой Господь, молились. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Сила в крови, сила в крови Христа. Не больше люби, чем любовь твоя. Сила в крови, сила в крови Христа. За жертву твою благодарю Тебя. Сила в крови, сила в крови, сила в крови, сила в крови. Сила в крови Христа. Благодарю тебя! Сила в крови, сила в крови Христа. Нет больше любви, чем любовь твоя Сила в крови, сила в крови Христа За жертву твою благодарю тебя Твоими ранами исцелен я Верю в силу пролетой крови Твоими ранами Твоими ранами исцелен я Верю в силу пролетой крови Твоими ранами исцелен я Твоими ранами исцелен я Верю в силу пролетой крови твоими ранами твоими ранами исцелён я твоими ранами исцелён я верю в силу правитой крови омывай господь омывай всякие раны господь омывай всему болисти господь попросим тебя просто за твое исцеление господь пусть твоя святая кровь сливается на нас господь мы приглашаем твою славу господь твою волю на этом месте господь пусть твой царство будет сейс господь искупил драгоценной кровью своей искупил драгоценной кровью своей искупил драгоценной кровью своей эмануил искупил драгоценной кровью своей Искупил драгоценной кровью Своей Эвануил искупил драгоценной кровью Своей Искупил драгоценной кровью Своей Эммануил и ступил Драгоценной кровью своей Делай с нашей жизнью, что ты хочешь, Господь Просто возьми нас, Господь Возьми нашу жизнь, Господь Просто вези туда, куда ты хочешь, Господь Просто поставь на свое место, Господь На свое служение, Господь Каждого из нас, Господь Чтобы усвятить, Господь, и быть твоим светом, Господь Твоей солью, Господь Каждый день, каждую минуту нашей жизни, Господь Возьми меня как стрелу Слепи из меня все, что хочешь Запусти меня в цель свою Возьми меня как вину И возьми меня как стрелу Слепи из меня все, что хочешь Запусти меня в цель свою Яви свою славу Яви свою силу, Иисус Яви свою славу Яви свою силу, Иисус Возьми меня как глину Возьми меня как стрелу Слепи из меня все, что хочешь Запусти меня в цель свою Яви свою славу Яви свою силу, Иисус Яви свою славу Яви свою силу, Иисус Я верю в чудеса Верю в Божие слова Верю в Божию любовь Через кровь, святую кровь Все изменится вокруг Потому что Бог мой друг Потому что Он со мной Он мой герой, Иисус герой Я верю в чудеса Я верю в чудеса Верю в Божие слова Я верю в Божию любовь Я верю в Божию любовь Я верю в Божию любовь Я верю в чудеса Я верю в чудеса Я верю в Божие слова Я верю в Божию любовь череска святую кровь все изменится вокруг потому что бог мой друг потому что он со мной он мой герой Иисус герой Иисус герой Иисус герой Иисус свою славу Яви свою силу Иисус Яви свою славу Яви свою силу Иисус Яви свою славу Яви свою силу Иисус Яви свою славу Яви свою силу Иисус Я верю в чудеса верю в Божие слова верю в Божию любовь через кровь святую кровь все изменится вокруг потому что бог мой друг потому что он со мной мой герой Иисус герой Иисус герой Иисус герой Аллилуйя Аллилуйя скажите друг другу что мой Бог наш Бог Бог всемогущий Аллилуйя и пойдёмте пить чай Подождите.